Доброе утро коллеги, с вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 19 июня. Поздравляю всех с началом новой торговой недели и желаю успехов. Напоминаю, что 26 июня стартует курс персональной инвестиции, трехдневный онлайн курс, на котором мы разберем все принципы инвестирования на финансовых рынках и познакомимся с принципом работы по системе Price Action. Всех приглашаю на данный курс. Ссылку на регистрацию вы сможете найти под этим видео, либо в конце этой записи также появится подсказка на регистрацию. Итак, давайте начнем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар мы в пятницу видели попытки вернуться к максимальным значениям, которые были достигнуты в четверг, в предыдущую торговую сессию, но пара пока не смогла уйти выше максимумов 1.12.27, максимумы, которые были в четверг. На текущий момент краткосрочный уровень, который мы можем отметить по данной паре, находится в области 1.12, максимум, который был в пятницу. Соответственно, если пара закрепится выше данного значения, то вероятность коррекции в область 1.13 уже будет более вероятна. И на текущий момент среднесрочный уровень по данной паре находится в области 1.11.12. Пока пара торгуется выше данного значения, основное направление среднесрочное также остается на укреплении евро и с основной целью на 1.13. Пара британский фунт, американский доллар, в пятницу не показалось серьезных движений, диапазон составлял буквально порядка 50 пунктов. И на текущий момент, если говорить о продолжении восходящего движения по данной паре, то необходимо увидеть закрепление выше отметки 1.28.15. В свою очередь, уход ниже отметки 1.27.48 откроет предпосылки на дальнейшее снижение пары уже в область 1.26.40. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент продолжает свое восходящее движение. Были попытки подойти к максимальным значениям прошлой торговой недели. Мы видели это в пятницу, но пока закрепиться выше отметки 76.33 австралийский доллар пока еще не смог. Соответственно, на текущий момент, если мы говорим о продолжении восходящего движения, то паре нужно как раз закрепиться выше этого уровня. И мы получим следующий импульс уже на подтверждение укрепления австралийского доллара по отношению к американскому доллару. Ближайший разворотный среднесрочный уровень по данной паре находится на минимуме 13 июня, значение 75.22. Основная тенденция на текущий момент и краткосрочный, и среднесрочный остается на укреплении. Пара американский доллар и японская иена в пятницу ушла выше максимума в четверга, доходили до значений 111.40. Поэтому на текущий момент в рамках краткосрочной и среднесрочной тенденции мы видим укрепление американского доллара по отношению к японской иене. Если говорить о снижении, о первых предпосылках его, то паре как минимум нужно уйти ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу, область 110.64. Пара американский доллар, канадский доллар, то восходящее движение, которое мы отмечали на прошлой неделе, 15 июня, на текущий момент мы видим, что пара находится в коррекции. В пятницу также ушли ниже минимумов, которые были зафиксированы 15 июня, в четверг. И на текущий момент важный уровень для продолжения продаж по данной паре находится в области минимума 14 июня, значение 1.3164. Если пара закрепится ниже данного уровня, то вероятность продолжения нисходящего движения по данной паре будет в приоритете. На текущий момент в рамках краткосрочной тенденции пара растет. Пара евро-фунт. По паре евро-фунт на прошлой неделе мы начали отмечать нисходящее движение. На текущий момент среднесрочный уровень находится в области максимума 14 июня, значение 88.34. Сегодня уже с открытия пара преодолела максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, это был 86,87,63. И на текущий момент находится в краткосрочном восходящем движении. Поэтому если говорить о данной паре на текущий момент, то в рамках текущей тенденции мы видим рост. Продолжение нисходящего импульса будет в том случае, если пара уйдет ниже отметки 87.18. И напомню, что в рамках среднесрочной тенденции основное направление остается именно на снижение евро по отношению к британскому фунту. Золото. Золото в пятницу также торговалось в узком диапазоне. Не смогли обновить минимумы четверга, значение 1251 доллар за тройскую унцу. И на текущий момент мы сформировали краткосрочный диапазон. Верхняя граница это 12257 долларов за тройскую унцу и нижняя граница 1250 долларов за тройскую унцу. Если золото закрепляется ниже уровня поддержки, то уже продолжение нисходящего тенденции будет более вероятно по данному инструменту. И напомню также, что в среднесрочной, в краткосрочной перспективе мы видим снижение золота. На текущий момент один из важных уровней, который также мы отмечали ранее, который может стать поддержкой в ближайшей перспективе, это ОВС 1247 долларов за тройскую унцу. Нефть марки Brent также находится в краткосрочном восходящем движении на текущий момент. Среднесрочный уровень находится в области максимумов 14 июня, значение 4851. На текущий момент в пятницу мы видели уход выше максимум четверга, что в свою очередь нам говорит о начале краткосрочного восходящего движения по данному активу. Если говорить о продолжении продаж, то нефти нужно уйти и закрепиться ниже отметки 4651. Ну и индекс DAX сегодня с утра также преодолевает уже максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу. Поэтому на текущий момент тенденция укрепления остается в приоритете. И ближайшая цель – это движение в область максимумов, которые были на прошлой неделе, 14 июня, область 12912. Итак, коллеги, напоминаю, что сегодня также состоится вебинар 19.30 по московскому времени, на котором из каждой из данных инструментов мы разберем более подробно. И я отвечу на ваши вопросы, которые вы мне присылали за предыдущую неделю. И напоминаю, курс персональной инвестиции со следующей недели в понедельник стартует. Ссылка сейчас появилась перед вами на этом видео. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. Увидимся на вебинаре.